Здравствуйте! Мы снова рады вас приветствовать на Каменском станкостроительном заводе. Сегодня хотели бы предоставить вашему вниманию станок серии SM с четвертой выносной координатой. Данный станок является универсальным оборудованием для мебельного производства. Также его можно использовать в мелкосерийном производстве, в небольших мастерских и на крупных предприятиях. Особенностью этого станка является то, что он сбоку имеет выносную токарную ось для обработки ножек, балясин и других изделий, подлежащих круглофрезерной обработке. Данный станок изготовлен на раме серии SM. Он имеет стальную мощную раму. Данная рама имеет сечение профиля 140 на 140 мм с сечением стенки не менее 10 мм. Также на станке установлены опоры чугунные, из литьевого чугуна, что делает станок очень жестким. Чугунный портал по X. Также OZ может быть изготовлен в трех вариациях. В алюминиевом исполнении, в стальном и в чугунном. На данном станке установлена стальная пластина толщиной 20 мм. Благодаря всему этому станок получается очень жесткий, высокодинамичный, хорошо держит точности и хорошо работает при больших нагрузках. На данном станке можно обрабатывать материалы, начиная от пенопласта, дерева, камень, мягкие металлы, вплоть до стали. На станке по линейным координатам перемещается по рельсовым направляющим с сечением 20 мм фирмы HEWIN. По оси X и по оси Y установлена косозубая рейка. Передача идет через безлюфтовые редуктора, что обеспечивает хорошую точность работы станка. По оси Z установлен вид ШВП диаметром 25 мм. Также на станке установлен шпиндель 3 кВт водяного охлаждения с частотой оборотов от 0 до 24 000 оборотов в минуту. По вашему желанию можно установить более мощный шпиндель. Основной рабочий стол покрыт алюминиевым профилем с Т-образными пазами. Данный профиль, разработка нашего предприятия имеет гораздо большую толщину сечения самого профиля, что позволяет на нем устанавливать тяжелые заготовки без опасности того, что стол будет деформирован либо погнется. Токарная ось приводит в движение шаговый двигатель и червячный редуктор. По всем осям на данной модели расположены шаговые двигателя. По вашему желанию можно установить сервоприводы, также можно установить планетарные волновые редуктора. Размерная линейка данной серии покрывает очень большой диапазон, начиная от рабочего поля 1,30 м на 1,30 м и заканчивая 2 на 6. По вашему желанию можно изготовить станок гораздо с большим рабочим полем. Вся электроника и управляющая часть в отдельно стоящем блоке управления, который защищен от попадания пыли, грязи, всевозможных негативных воздействий и вибрации. В нем есть ниша для установки персонального компьютера, ниша под клавиатуру, что делает удобным использование станка. Есть технологические отверстия для прокладки кабелей для монитора, мышки и клавиатуры. Большое спасибо за внимание. Сейчас мы продемонстрируем данный станок в работе. Конкретно продемонстрируем работу его в четырех осях. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты, поддерживайте нас. Ну а мы будем поддерживать вас. И будем рады видеть вас в числе наших заказчиков. Так что большое спасибо. Сейчас мы загружаем управляющую программу на наш станок, по которой мы будем производить черновую обработку нашей балясины. Программа загрузилась. Здесь в нижней части экрана показаны габаритные размеры нашей управляющей программы, ну или по факту нашей заготовки, то есть в каких габаритах будет происходить обработка. Это очень удобно проверить, корректно ли создана программа, не уходит ли куда-то программа за пределы станка. Даже если программа уходит за пределы станка, на данном станке установлены софт-лимиты, то есть программа сделает сама внутренний подсчет, и если где-то будет выходить за габаритой станка, она выдаст предупреждение. В данном случае у нас предупреждение не выскочило. Становка у нас уже располагается в нулевой точке. И нулевую точку очень удобно сохранять благодаря тому, что на станке установлены концовые датчики. И данная позиция практически остается неизменна. То есть подготовка станка к работе занимает не более 5 минут. Программу мы загрузили. Также можно сделать подсчет времени, то есть за сколько времени пройдет наша черновая обработка. Сейчас мы это как раз и сделаем. У нас ее быстренько посчитает. Черновая обработка с двух сторон у нас займет 39 минут. В принципе, неплохой показатель. Запускаем станок. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok